обратите внимание сейчас меня будет обгонять какой веселый турист не турист я не знаю но гуляющий такой же как и я по пристани слышите как поет видите вот так я обожаю таких людей идет поет себе человек не ругается не цепляется какая погода шикарная обратите внимание как он одесс это я вам хочу сказать круто круто смысле дорого мои подписчики уже сто раз видели эти кривые дома гостям зашедшим на канал показываю такие туристические продвинутые топовые места башня наша телевизионная это как извините меня эйфелева башня в париже так каждом городе какое-то такое туповое место есть а это кривые дома да вот в этой части города той же целью для туристов для того чтобы здесь создать движ вот такие комплекс из трех домов коричневый вот этот вот серый серебристый и белый не поддающие геометрической логике абсолютно и вот такие без геометрии стоят дома вот видите подошел к дому как зеркало вот эти дома еще называют пьяные дома или на еще их называют архитектурный зоопарк на той стороне реки я вам покажу кафе точно также обделано как чешуя у рыбы я читала кстати что дизайнеру пришел этот стиль архитектору глядя на карпа вот такая версия кафе вечером все забито здесь отели офисы туристы все это заседают вечером место хорошее всем привет вы на канале всего понемногу из германии меня зовут людмила мне 56 родилась в казахстане 16 лет живу в германии в городе дюссельдор эту часть города обожаю но поймете кто-то любит тихие места где-то посидеть на тихой лавочке в каком-то саду в скверике нет мне надо там где движ где люди где туристы где шум гамм это моё это медиа хафан а вот так это место выглядит если смотреть на него с башни посмотрите кривые дома и вот вправо от кривых домов через мостик там тоже продолжение медиа хафана сейчас мы с вами пойдем и посмотрим упс и мы с вами уже идем по набережной шикарный ресторан но он вечерний вот меню пожалуйста с ценами что здесь можно попробовать чем удивят повара цена 19 до 55 евро ну на этом останавливаться не будем идем дальше но вечерком в этом ресторане конечно вид зачетный да на город обратите внимание вот это слева кафе также отделана зеркально как дом которому мы сейчас с вами подходили как зеркало вот в этой части оставили старые строения чтобы напоминала о том что это был порт ну а вот это уже новое строение солидное такое сочетание металла и стекла ну хочу сказать 10 утра и людей еще мало это такая туристическая зона что ближе к вечеру здесь нельзя уже будет пройти как-нибудь мы с вами по вечернему городу прогуляемся если хотите пишите в комментариях вечерний город тоже по-своему и и Вот такое сочетание Новых домов вместе со старыми Вот видите, отставшихся от пристани От старого порта Вот такой вот винегрет Я же, знаете, по-простому вам объясняю все в городе Какие-то исторические, не люблю я такие даты какие-то Вот моряк, ну вот что яснее сказать Встречает и провожает всех Кафе, рестораны, офисы, отели Все, конечно же, для привлечения туристов Но в первую очередь это любимое место горожан Очень много мероприятий всяких проходит И все это вот вдоль набережной Можно каждый выходной выходить на прогулку Что-то новое находить на себя Ух ты, посмотрите, какой велосипед Вот чего тут только не встретишь Ну вот, пришли в то место, с чего мы начали сегодняшнюю прогулку Вот такой огромный круг мы, кстати, сделали Подписывайтесь на канал, кому понравилось Жмите на колокольчик И я прилечу к вам Отличная прогулка Сегодня на обед у нас музыкальный гороховый суп Вот с такой рулькой копченой Ребята, я люблю, чтобы горох не хрустел А был разваренный Заранее я его замачиваю Потом сразу одновременно закидываю с мясом Закипит Потом я туда ледяную воду добавляю Опять прокипел Прокипел хорошо Опять ледяную воду И получается горох мягкий Но многие добавляют соду Это тоже вариант Я так тоже иногда делаю Так что вот такой вот супец у нас сегодня В обед стараюсь суп Вечером что-то вкусненькое Чтобы не было соблазна Нет моркови Обычно он такой красивый, желтенький Но ничего Вот такой вот из того, что есть А младшим, которые не понимают, что такое гороховый суп Ну удаль суп Макарошки здесь Вот такие бачата И колбаска Просто обжаренная с луком Вот такой вот супец Супы варю всегда густые Чтобы бульона не наколебать Так что вот так Всем разные блюда надо готовить Всем надо угодить Ищла домой Проходила небольшой рынок В следующий раз вам обязательно Расскажу про него Вы были на канале Всего понемногу из Германии Здоровья мира Люблю вас по-человече Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok